Здравствуйте. Скажите, есть у вас бензин? Вообще никакого нет. По талонам. В последние дни такая ситуация наблюдается на многих небольших автозаправочных станциях. Нет либо одного, или сразу нескольких видов топлива. К примеру, на станции Азид, расположенной недалеко от Сухумского ЖД вокзала. В наличии только 95-й бензин. Встретившиеся нам водители рассказали, что планировали залить 92-й, но ввиду его отсутствия заправляются тем, что есть. Я здесь заправляюсь. Здесь только 95-й, вы его заливаете, да? Да. А второго нету. А почему на другую заправку не поехали? Ну, это чуть далеко, я здесь близко живу за это. В Бурщину что делать? Заправляете с 95-м, да? Ну да, сейчас за вторым, конец города ехать просто нереально тоже. А вообще эти дни есть какие-то проблемы с топливом? Ну, например, вот здесь, на этой заправке уже где-то неделю, в ней пять, наверное, проблемы. Есть проблемы, цены какие-то, большие, не знаем даже. Нет, а самим топливом было такое, что вы приехали на заправку бензина? Ну да, вот на этой заправке, да. На этой заправке. Вы 95-м заправились? Ну да, приходится 5-го, как 2-го. Нет, за это 5-м. Где-то еще были на каких-то заправках? Нет. Нет 92-го и на заправочной станции, расположенной на турбазе. На АЗС Интерхайвей он есть, однако выдается строго по талонам. При этом крупная заправка АЗИД не испытывает какого-либо дефицита топлива. Здесь в наличии все виды горючего. Мы обратились в Министерство экономики, чтобы выяснить причины сложившейся ситуации. В целях планирования расходов и остатков нефтепродуктов компаниями, которые занимаются оптовыми поставками и теми же, занимающимися параллельно розницей, было принято решение, что необходимо обеспечить нефтепродуктами в первую очередь их главные заправки. Это касается в том числе ситуации с АЗИДом. На заправке, которая расположена в районе вокзала, на протяжении последней недели наблюдается, что шланги скручены, но в то же время любой желающий может заехать на их заправку в районе Маяка и там заправиться. Как известно, наша республика сама не производит нефтепродукты. На данный момент все поставки ведутся из России. Доставляется топливо в основном вагонами, при загруженности железнодорожных путей цистернами. На сегодняшний день есть сложности с поставками, однако они не критичные. У нас есть сложности с поставками, это связано и с ценами, и со сроками доставки, и с тем, что происходит на российском рынке нефтепродуктов, то есть волатильность и постоянные изменения цен чуть ли не ежедневные. Но в то же время вопрос дефицита нефтепродуктов в стране не стоит. С августа прошлого года Министерство экономики ежедневно запрашивает сведения об объемах топлива у всех, кто занимается оптовыми поставками нефтепродуктов. По словам Теймураза Миквабия, согласно всем этим отчетам, топлива вполне хватит до следующих поставок.